МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изабелла стала королевой Кастилии в 1474 году. Еще через пять лет на трон Арагона взошел Фердинанд. И тогда Испания объединилась под их властью. И в Арагоне, и особенно в Кастилии они унаследовали опустевшую казну, непрекращавшуюся междоусобицей и могущественную аристократию, привыкшую к самоправству. Эти монархи сумели заметно укрепить центральную власть. В их правлении было завершено отвоевание Пиренейского полуострова у мусульман, заложены основы Испанской колониальной империи. Сама Испания стала играть как никогда большую роль в истории Европы и всего мира. А в стране утвердилась культура возрождения. Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская на рубеже эпох. У нас в гостях кандидат исторических наук Владимир Ведюшкин. Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ведюшкин Владимир Александрович окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, исторический факультет, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, член-корреспондент Мадридской королевской академии, геральдики и генеалогии, автор более 300 научных работ по истории средних веков и раннего нового времени, истории Испании, а также великих географических открытий. Итак, сегодня у нас Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская. Сейчас договоримся, как у нас все это пойдет. Но смотрите, да, Фердинанд и Изабелла. Ну, Владимир Александрович, вы же испанийст, вот вам слух не царапает этот Фердинанд. Действительно, транскрипция испанских имен, как, собственно, не только испанских, это всегда проблема. То есть, традиционно в нашей практике мы использовали латинизированные, причем через немецкую традицию, в нашей российской практике, имена правителей. Но понятно, что по-испански они звучат совсем иначе. И вот здесь проблема, как правильно, собственно, их называть. Вот мне, как испанийсту, все-таки ближе, хотя не все испанийсты придерживаются этой точки зрения, все-таки ближе называть испанцев максимально приближенно к их, к тому, как они звучат по-испански. То есть, Фернандо, то есть, скажем, Энрике, а не Генрих. Это ближе вам, да? Значит, у нас Фернандо и... С другой стороны, вот Изабелла, как-то она в этом отношении привычнее звучит, что ли, чем Фердинанд. И вот тут некий такой компромисс. Мне привычно Фернандо, но Изабелла, да. Это наша традиция. Значит, у нас Фернандо и Изабелла. И Изабелла, да. Так мы их и будем называть. Отлично. Вот давайте попробуем посмотреть на карту Испании в тот момент, когда, собственно, начинается наше повествование. Ну, где-то вот к концу 2-3 15-го века. Ну, да. Вот что это такое просто, чтобы накидать какие-то маски? Да-да-да. Значит, сейчас Пиренейский полуостров – это две страны, ну, не считая небольшой Андорры, да. Значит, тогда это было пять стран. Помимо Португалии, которой сейчас остается, большую часть территории полуострова занимало Кастильское королевство, значительную часть остального занимала так называемая Арагонская корона, включавшая королевство Арагон и Валенсию и принципат Каталонии. Ну, плюс какие-то средиземноморские владения, которые в данном случае нас не так волнуют уже за пределами Пиренейского полуострова как такового. Плюс королевство Наварра. И, наконец, Гранада. Гранадский эмират – последний оплот ислама. С ним, я понимаю, нам придется разобраться отдельно. С ним, конечно, придется разбираться, да. Вот про Изабеллу немножко, да? Вот откуда она, что она, ее родословие, может быть, что-то известно о ее каких-то юных годах. Значит, Изабелла – это… Она родилась в 1451 году. Ну, так, Фернандо был чуть-чуть младше ее, он 52-го года рождения. Соответственно, их современниками, чтобы просто вот понять контекст, их современниками, то есть не просто современниками, а ровесниками были Колумб и Леонардо да Винчи. Им было, соответственно, два года и год, когда закончилась Столетняя война, турки взяли Константинополь. И вот как раз если окончание Столетней войны просто для нас важно, но для них, может быть, не так важно, то взятие Константинополя – это то обстоятельство, которое повлияло на них, на их политику, на их представление о своих задачах. Это действительно важный момент. И надо иметь в виду, тоже как такой вот внешнеполитический фон того времени, когда росли наши герои, это вот попытки ПАП, в частности, вот Пия II, организовать крестовый поход, вернуть Константинополь. Не сразу стало понятно, что эта задача нереалистична. Вот. И вот этот фон тоже как бы надо иметь в виду. Значит, Изабелла, она была единоокровной сестрой Энрики IV, дочерью короля Хуана II. И она была сильно младше своего старшего, вот этого единоокровного брата. И понятно, что ее какие-то шансы унаследовать трон изначально, в общем, не рассматривались как серьезные. Во-первых, потому что, прежде всего, конечно, наследовать Энрики должны были его собственные дети. И рождение любого ребенка, независимо от пола, автоматически отодвигало Изабеллу. Во-вторых, у нее был уже, значит, такой, собственно, родной брат от того же брака отца, принц Альфонсо, который, естественно, как мальчик имел приоритет в праве на трон. То есть, после его рождения, и особенно после рождения дочери у Энрики, Изабелла оказывалась третьей в порядке наследования Кассилии. То есть, в общем-то, шансов было не очень много. Тем не менее, ситуация повернулась благоприятно очень для нее. С одной стороны, тут надо еще иметь в виду, конечно, что правление и отца ее, и ее старшего брата, время довольно такое сложное, я бы сказал, специфическое в истории Кассилии, хотя вся средневековая история Кассилии, как, впрочем, и многих других стран Европы, заполнена многочисленными мятежами, усобицами знати. А вот как они оказались вместе на портрете? Ну, собственно говоря, как этот династический брак произошел? Ну, надо сказать, что к тому моменту, собственно, когда был заключен этот брак, за плечами у Изабеллы, хотя ей было всего 18 лет, уже был огромный опыт внутренней борьбы. Потому что она была, естественно, фигурой в этой борьбе, борьбе, которую вели определенные фракции. Знать, никогда не выступала как единая какая-то сила, она всегда была расколота. И сильный правитель всегда мог на этих противоречиях как-то сыграть, силы вот этих фракций более или менее как-то уравнять и создать такие вот... То есть она к своему замужеству, к моменту своего замужества уже поиграла, да, в эти игры? Она уже поиграла в эти игры, и она уже много чего поняла. В частности, когда после внезапной, неожиданной смерти еще мальчиком, собственно, ее младшего брата Альфонсо, ей вот эта мятежная знать, представленная прежде всего главным фаворитом Энрике IV, Доном Хуаном Пачеку, Маркизом Вильена, это был человек, который, по сути, был сеньором, ну, такого микрогосударства. Там, я не знаю, 25 тысяч квадратных километров, 150 тысяч крестьян зависимых, да. И все это очень компактно расположено, да еще и на границе с Арагонской короной. То есть важнейшая стратегическая, так, Маркизат Вильена, да, важнейшая стратегическая единица. Это еще важно к нашему будущему проекту, да, то есть это еще человек, который мог контролировать и ситуацию вот близ Арагона. Да, 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 именно, значит, и... Так вот, эти мятежники, с которыми на протяжении почти всего своего правления, особенно во второй его половине, а правил Энрике 20 лет, с 1454 по 74 годы, вот большая часть его правления – это постоянная борьба разных фракций знати между собой и знати с королевской властью. И вот в этой борьбе, как бы, у знати была своя модель королевской власти. Королевской власти, которая щедра, которая максимально учитывает интересы знати и управляет так, как это считалось правильным знати. А у Изабеллы, видимо, вызревала другая модель. А у Изабеллы вызревала постепенно другая модель. Она насмотрелась на вот это всемогущество знати. Она не могла, конечно, забыть о том, как вот этот самый Хуан Пачеко сватал ей в мужья своего родного брата. Он носил другую фамилию, но это связано с особенностями этого рода. Такой дон Педро Херон. Он был магистром ордена Калатравы. Это тоже важный момент. Важная фигура, конечно же, но он был, мягко выражаясь, не очень хорош собой. Годился Изабелле не то что в отце, а скорее даже ближе к деду был по возрасту. Вот интересно, династически для Изабеллы это был бы мезальянс? Это был бы, конечно, мезальянс, который можно было объяснить только вот тем самым всевластием знати и огромным влиянием Хуана Пачеко на Энрике IV. Хорошо. А как получилось то, что у нас получилось в результате? Фернандо и Изабелла. Вот как произошел этот союз? Ну, во-первых, своевременно, хотя вроде бы по своим причинам умер этот самый Педро Херон. Во-вторых, значит, когда встал вопрос о замужестве Изабеллы, там было несколько кандидатур. И знать, как бы пыталась добиться от Энрике IV, чтобы на него постоянно давили. У него была дочь, но его подозревали в том, что она не его дочь. Вот, что на самом деле отцом является фаворит короля Дон Бельтран де Лакуэва, поэтому она вошла в историю с прозвищем Хуана Бельтранэха от имени Бельтран, то есть Бельтранова отродья, как можно перевести. Бывает. Да-да-да. Вот. И хотя никаких доказательств этому историки не нашли до сих пор, но слухи были очень упорные, так писали все хронисты. Ну, хронисты, понятно, они писали, исходя из перспективы, да, то есть уже в эпоху победившей Изабеллы, когда нужно было обосновать ее права. Так вот, Изабелла рядом с Хуаной, в общем, тоже спорная была эта ситуация, но Изабелла сумела, с одной стороны, добиться того, что все-таки Энрике признал ее наследницей, правда, при условии, что она выйдет, там было несколько условий, в том числе и то, что она выходит замуж только с его согласия. Вы сказали, она добилась этого, да, сумела добиться. Да-да-да. Значит, не уж была какая-то политическая воля и какой-то свой, вот, друг говоря, проект. То есть, безусловно, к тому времени, как она вышла замуж за Фернандо, ей было 18 лет, но она была уже взрослым человеком, умевшим играть в сложные политические игры. Отлично. Вот, то есть это вот такое, ну, феномен, наверное, своего рода такой. И вот они вместе, Фернандо и Изабелла. Такое раньше случалось, такой вот брак династический. И что это, как это было политически оформлено? Значит, браки между принцем и принцессами Кастиль и Арагона случались постоянно. Но, то есть это было давней традицией. Но никогда не было до этого так, чтобы поженились два наследника. О! Значит, это первое попадание такого рода, да? И, собственно говоря, Изабелла, конечно, рисковала, когда пошла на этот брак. С одной стороны, ресурсы Арагонской короны были существенны, важны. Проблема объединения тоже, да. Но как альтернатива там были брат французского короля в качестве жениха Изабеллы, герцог Гиенский, да? И овдовевший к тому времени король Афонсо-Португальский, Афонсо-Африканский. Знаменитый монарх, при котором как раз вот Португалия продвигается вдоль африканского побережья. У него уже сын был гораздо старше, чем будущий Жоан II, гораздо старше, чем Изабелла. То есть, как бы по возрасту он тоже... Это был все-таки выбор самой Изабеллы, да? Вот этот брак с Фернандо. Да, брак с Фернандо был выбором самой Изабеллы. Его поддержала часть аристократии, в том числе архиепископ Толедо Дон Алонсо Карильо. Это немало. Но устроено это все было в тайне от Энрики IV, от короля. То есть, тайные переговоры велись. Потом Фернандо, переодевшись купцом с небольшой свитой, тайно проделал путь от Арагонской границы до Вальядолида, где состоялась, собственно, церемония бракосочетания. И Энрики был поставлен перед фактом. И это все Изабелла? Это все, конечно, прежде всего, это была инициатива Изабеллы. Пока оба они не были еще правителями в своих королевствах, а в случае с Изабеллой еще и было не совсем понятно, станет ли она королевой, да, все-таки там с Фернандо было однозначно ясно, да, это был наследник. И никаких сомнений. А вот с Изабеллой было не совсем понятно. Поэтому, да, и когда через пять лет после этого, в 1974 году, умирает Энрики IV, ситуация совершенно не урегулирована. Значит, значительная часть знати поднимает мятеж против Изабеллы. Изабелла себя сразу провозглашает королевой Кастилии. Буквально два дня прошло, необходимые для траурных мероприятий. И в Сегове Изабелла провозглашает себя королевой Кастилии. Фернандо в это время находится в Арагоне. Естественно, к нему сразу же посылают гонца, и он немедленно прибывает. Но Изабелла уже провозгласила себя королевой Кастилии. Тут надо еще иметь в виду, что Фернандо и Изабелла, оба они, соответственно, правнук и правнучка Хуана I Кастильского, это монарх конца XIV века, и других претендентов из династии Трастамора, которая правила в обоих королевствах. Они оба наши герои из одной династии. Они оба из одной династии, из двух разных ее ветвей, Кастильских и Арагонских. И у Фернандо таким образом были собственные права на Кастильский трон. И то, что Изабелла провозгласила себя, не дождавшись Фернандо королевой, это был с ее стороны тоже такой сильный ход. Да, она в том, кто в доме хозяин. Не только в плане того, что нужно было сразу же, ну, как бы, показать, кто в доме хозяин по отношению к Хуане Бельтронехе, но и по отношению к собственному мужу Фернандо. Все-таки мы не зря избирали Изабеллу в качестве нашего ориентина. Ну, естественно, Фернандо как только приехал, тут же встал вопрос, а как же дальше, собственно, да? Вот. И они выбирают что-то вроде такой комиссии. Два кардинала, два очень высокопоставленных церковных деятеля. Один из них Алонсо Карильо, второй Педро Гонсалес де Мендосо, советник католических королей, настолько влиятельный, что его даже иногда называли третий король Испании. И вот эти два церковных деятеля создают так называемую арбитражную сентенцию в Сиговии. То есть некий текст, который подписали король и королева, который регулировал, ну, как бы, кто чем занимается, кто за что отвечает, кто как именуется, да? То есть это был некий компромисс, но, конечно, компромисс на основе Изабеллы. То есть, скажем, когда они подписывают вместе свои документы, то первым упоминается король Фернанде, второй именуется королева Изабелла. Но в гербе, естественно, с браком и воцарением, значит, встает вопрос об общем гербе. В гербе ведь главная часть все-таки Костильская. Да, поэтому тут как бы и с точки зрения символики того времени это было как раз очень значимо. Ну, и там, соответственно, определено было, значит, кто занимается какими делами. И подчеркивалось, что все-таки, когда они не занимаются вместе, все-таки основные прерогативы оставались за Изабеллой. Но все это было сделано достаточно обтекаемо, уважительно по отношению к Фернандо. И его устроил этот вариант. При этом он, то есть реально, они все равно делами занимались вместе в Костилье. Дел на самом деле было не в проворот. Потому что страна, которую они унаследовали, во-первых, находилась не то, что на пороге, а в начале гражданской войны, потому что гражданской войны осложненной интервенцией. Потому что... Сразу, а кто у нас интервенты? Интервенты португальцы. Король Афонсо Португальский переиграл как бы ситуацию. После того, как не получилось с Изабеллой, он, значит, сделал ставку на Хуану Бельтронеху. И получилось так, что вот эти владения мятежников, протянувшиеся от Арагонской границы до Португальской, это был такой мощный пояс власти, если можно так выразиться, и огромная военная сила, потому что все эти земли могли выставить, тот же самый Хуан Пачека мог выставить целое войско просто как маркиз. А ведь он был еще магистром ордена Сантьяго. Так, значит, и сделал, да? Значит, у нас есть угроза интервенции. Да. Еще внутренний мятеж, еще непонятно, как внутренние карты, да, разогреваются. Да, соответственно, уже весной 1475 года, то есть спустя немногие месяцы после воцарения Изабеллы, там 2-3 месяца прошло, вступает португальская армия на территорию Кастилии, она не то чтобы очень большая, но очень хорошо организованная, такой армии у Фернандо Изабеллы нет, а тут еще, соответственно, со всех концов с ними готовы объединиться отряды вот этой самой мятежной знати. Значит, португальская армия идет к Бургасу, поскольку один из мятежников по должности занимает пост коменданта цитадели Бургаса, и, соответственно, если они дойдут до Бургаса... Сложная ситуация, да. Сложнейшая ситуация. Вот этими делами военными кто занимается? Этими делами, конечно, занимается в первую очередь Фернандо. У него был уже приличный военный опыт к тому времени, он как бы с детства был как бы вовлечен в какие-то военные упражнения и дела. Вот, то есть, у него был уже... Ну, и опыт командования уже, наверное, был, да? Вот к этому времени. Ну, в общем, да. Что-то было? Да, конечно, да. Понятно, что какие-то ресурсы Арагона в этом использовались, хотя в это время еще Фернандо не король Арагона, он станет им только в 1479 году. То есть, вся вот эта гражданская война, он еще принц, хотя имеет какие-то ресурсы Арагона, но далеко не такие, которыми он располагал. У него была уже королева. А он еще не король. А он еще не король. Нет, ну, строго говоря, у него есть королевский титул. Ему пожаловали титул короля Сицилии, чтобы он мог чувствовать себя хорошо, комфортно, как сейчас бы сказали. На этом портрете. Понятно. Значит, военные дела за ним. А что у нас вот Изабелле достается вот по этому списку? Значит, параллельно с этими военными действиями нужно как-то умиротворять страну. Нужно договариваться с этими мятежными аристократами, потому что без этого никак. Они основа, как бы, государственной социальной структуры. Они обладают огромными ресурсами. И главное, собственно, у Изабеллы и сомнений нет никаких, что их надо не уничтожить всех подряд, а с большей частью договориться. А, значит, и даже каких-то жестоких расправ с высшей аристократией практически не было. И не будет. И не будет, да. То есть будут какие-то показательные казни и разрушения замков от таких вот разбойничьих гнезд сторонников вот былой независимости, особенно в Галисии, в меньшей степени в Индалусии. То есть страну надо было умиротворить прежде всего. Нужно было что-то делать с королевской казной, которая была совершенно пуста. Умиротворение, да? Это дело Изабеллы. А вот финансовые реформы. Кто ими занимается? Ну, тоже тут трудно сказать в полной мере. То есть, конечно, Изабелла не занимается конкретными финансовыми расчетами сама. Они привлекают толковых людей. Ну, скажем так, курируют. Да, да, да. В большей степени, наверное, все-таки Изабелла, именно вот как... Да, то есть она действительно в этом отношении. Да. Вот. Нужно было, после того, как умиротворена страна, нужно было привести в порядок финансы. Для этого нужно было, во-первых, вернуть в казну какие-то утраченные доходы, а в домен утраченные земли. Потому что последний период правления Энрика IV – это время совершенно беспорядочных пожалований, как денежных, то есть прав на получение определенной пенсии аристократами из казны, так и земельных. И в результате в казне практически ничего не осталось. Вот эти необоснованные, как бы с точки зрения католических королей, пожалования, они были отозваны. Все это было просчитано. Технически вот как это было сделано? Ну, так вот было объявлено, что вот эти земли... Это же на рубеже и плохо, это на грани, как так, да? Эти земли мы возвращаем в наш домен. Это было... А вот что представляли их собственные домены? То есть вот у Изабеллы было свое вот что-то? Нет, конечно, естественно, королевский домен был огромен, да, то есть все большие... И так неплохо у них было все, да, с королевским доменом. Естественно, естественно, да. Но при этом вот, естественно, королевскими и несинереальными считались все крупные города. То есть, ну, как исключение, но вот единственное, пожалуй, я могу вспомнить, крупный, действительно важный город, который какое-то время, но очень недолго был синереальным, это Кадис. Вот, стратегически, конечно, важно расположенный. Вот, а так, естественно, какие-нибудь Севилья, Толеда, Гвадалахара, там, и... Это все королевские. Хотя иной раз настолько была сильна в них власть аристократии, что вот, скажем, когда один историк, занимающийся Гвадалахарой, написал большую книгу «История Гвадалахары и ее рода Миндоса», то многие его оппоненты и коллеги говорили, что правильнее было бы назвать историю рода Миндоса и его города Гвадалахара. Вот, то есть это действительно на практике сплошь и рядом влияние аристократии в крупных городах было очень значительным. А вот как Изабелла внедряла свою практику, вот как она все это перестраивала? Она лично, да, вот разговаривала, куда-то приезжала, вела, да, какие-то, вот реально ввела дела? Или через посредников? Она, конечно, часто вела дела лично, часто действовала через посредников, то есть тут как бы была достаточно при сравнительной слабости, я бы сказал, еще бюрократического аппарата этого времени, то есть не так много было людей, которые практически занимались теми или иными вопросами. вот, но это были компетентные люди, проверенные, верность их была вполне обеспечена Изабеллой, вот, и тут надо еще иметь в виду, что ведь не было в это время не только в Испании, но и в Кастилии, как составной части будущей Испании, какой-то постоянной столицы. Плохо. Да, да. То есть двор как бы переезжал, да? Двор переезжал, причем, ну, как бы, история просто вот перемещений Фернандо и Изабеллы, это толстый том. Вот, то есть они проводили где несколько дней, где там две недели, где могли полгода провести, но совсем подолгу они нигде не останавливались. Причем, даже и Фернандо, не говоря об Изабелле, после того, как они возобладали в Кастилии, подавляющую часть времени они проводили в Кастилии. То есть вот на все то время, когда Фернандо стал Арагонским королем с 1479 года, и до того момента, когда после смерти Изабеллы он удаляется в свои владения, вот, он, собственно, был, наверное, ну, может быть, года два или три в Арагоне, а все остальное время, в Арагонской короне, все остальное время они были в Кастилии. И по Кастилии ездили нигде подолгу не останавливаясь, то есть десятки мест, где они могли пребывать. У них были, естественно, какие-то любимые резиденции, довольно часто они останавливались в Толедо, довольно часто они останавливались в Сеговье, в Авеле, ну, и в некоторых других местах. То есть, ну, соответственно, они использовали в качестве своих таких ставок монастыри какие-то, дворцы, иногда у кого-то, как у дворца, какого-нибудь аристократа останавливались. Доверенного, да, человека? Да, 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 конечно. И вместе с ними путешествовал двор, и вся канцелярия, да? Да, 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 да. Поэтому, скажем, какие-то дела, которые обычно могли решаться, могли бы решаться относительно быстро, в этих условиях постоянных переездов, запаковки и распаковки всего делопроизводства, конечно, могли тянуться очень долго. Вот, в частности, Колумб, когда он пробивал свой проект у Фернандо Изабеллы во второй половине 80-х годов, он, конечно, вдоволь хлебнул, хлебнул этой системой, да, следуя за королевской казной. Чтобы решить свое дело, например, надо было сопровождать королевский двор в этих вот кочевьях. Да, да, да. Христофор Колумб, мореплаватель, родился в Генуе. В 1492-1993 годах руководил испанской экспедицией для поиска кратчайшего морского пути в Индию. При поддержке королевы Изабеллы Кастильской получил три корабля – Санта-Марию, Пинту и Нинью. На них пересек Атлантический океан и 12 октября 1492 года достиг острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге. Этот день считается официальной датой открытия Америки. В 1492 году также были открыты Куба и Гаити. В последующих экспедициях Колумб открыл Ямайку, часть Малых Антильских островов, побережья Южной и Центральной Америки. До конца жизни Колумб был уверен, что открыл путь на восток. Подлинное значение его открытий стало понятно позже. Так, двор у нас качует. Это тоже специфика коммуникации, но в то же время и специфика политической организации. Это возможность эффективного контроля, максимально эффективного по тем временам контроля за отдельными территориями. Своей державы. Какие-то стабильные политические институты были. Мы знаем, например, в Сегове сидит такая контора. Я туда приезжаю и делаю свои дела. Или все двигалось вместе с королевским двором? Нет, на самом деле были такие. Была судебная палата, она называлась аудиенция, и находилась в Алья-Далиде. Это стационарная очередь. И она находилась более-менее стационарно. Потом, соответственно, когда выяснилось, что расширившиеся пределы королевства с завоеванием гранады она обслуживать может все хуже, ввели еще одну, которая потом через какое-то время осела в гранаде. В Сегове довольно долго и часто хранилась королевская казна. Вот в Алькасаре Сегове, знаменитой крепости, практически неприступной, хранилась королевская казна часто. Что касается остальных органов власти, то, скажем, тут надо иметь в виду, что главным из них был Государственный совет, выросший из Королевского совета предшествующей Кастильской традиции, который они реформировали. На самом деле, не столько даже они обновили его состав, это пытался сделать еще Энрике IV, но им удалось, вот ему не удалось, а им удалось сделать так, что этот совет стал орудием не против них, а в их руках. То есть, если при Энрике IV определяющем был голос аристократов, вот этой самой оппозиции, то теперь аристократы имели, скорее, в большей степени совещательный голос, а определяющее влияние имели высшие служители церкви, введенные королем и королевой, и так называемые летрадо. Это то, что соответствует западноевропейским легистам, летрас, то есть, ученость, словесность, то есть, люди с университетским образованием, как правило, правоведы или теологи, чаще правоведы, наверное, все-таки, и они, собственно, помогали, выступали реально советниками короны в большей степени, именно они численно преобладали среди тех, кто принимал участие в решениях совета. А вот тогда небольшой комментарий, что из себя представляла тогда социальная структура общества? Вот какие у нас действующие герои, из каких классов, да, они вот появляются? Вот летрадо, да? Да. Значит, смотрите, как, собственно, наверное, любое средневековое общество, оно организовано было по типу пирамиды, то есть, чем ближе к основанию, тем, собственно, обширнее, многочисленнее те страты, которые там находятся. Нижнее основание пирамиды составляли очень, естественно, гетерогенная тоже зона, тут и крестьяне, тут и ремесленники, какие-то слуги, мелкие торговцы, кто угодно, да? Выше них, соответственно, находились, и здесь, наверное, не совсем совпадает вот эта сословная, то есть, структурная социальная пирамида как таковая с сословным делением, потому что скорее можно сопоставить и поставить рядом каких-нибудь простых Идальго и Кабальеру, не очень богатых, но все-таки там и не совсем нищих. Значит, чем Идальго отличались от Кабальера? Кабальеру, как бы, это в общем и целом потомки средневековых рыцарей, вот, Идальго скорее вот восходили к такой вот, как бы, родовитой знати. Даже они различались. Даже они различались. Поехали выше. Да, да, да. Вот, вместе с ними, соответственно, примерно на той же, скажем, условно, на тех же ступеньках вот этой вот иерархической лестницы можно поставить, ну, скажем так, более-менее низших служителей церкви, да, вот каких-нибудь приходских священников, каких-нибудь монахов, вот таких более-менее заметных монастырей, то есть, они, их социальный статус значительно выше, чем у крестьян или ремесленников, вот, но при этом, значит, все-таки они не бог весь кто, да. Выше них, соответственно, аббаты, епископы, там, высшие церковные иерархи и титулованные знать всякие там герцоги, маркизы, графы. Ну, вот к концу правления Фернанда Изабеллы таковых, наверное, будет на территорию Кастильского королевства, ну, может быть, сто с чем-то. Как-то так, может быть, около двух слов. Вот, ну и, соответственно, их семья. Такая внушительная. Да, да, да. Вот, вот примерно такая структура, но договариваться надо было прежде всего как раз вот с этими ста с чем-то, да, потому что уставшие от междоусобиц и, как это, как бы, в советское время называли феодальной анархии, крестьянство и горожане, они, в общем, изначально были склонны поддерживать королевскую власть, при том, что, конечно, мы не можем недооценивать вот эти вертикальные узы клиентел, которые связывали аристократа с населением подвластных ему территорий. Но все-таки большая часть горожан и крестьян поддерживала корону в ее стремлении укрепить свою власть. У основания этой пирамиды есть поддержка для наших героев. И главное было как раз договориться с этим вот узким сравнительным слоем высшей аристократии духовной и светской. Так вот договаривались? Договаривались, причем Изабелла сумела, как бы, опираясь на то, что вот какая-то часть этой аристократии ее поддержала изначально просто потому, что с ней связала свои надежды на возвышение. Была своя партия Изабелла. Да, своя партия у нее была с самого начала. Теперь ей нужно было как-то договориться с членами той враждебной партии, которая первоначально численно преобладала. Или, по крайней мере, была ничуть не слабее. И вот здесь Изабелла пошла по очень правильному пути. То есть она не пыталась пойти по пути репрессий. Она с каждым находила какое-то, заключала какое-то индивидуальное соглашение, пакт, как это называют испанцы, пакто, пактисмо, это система этих пактов, согласно которому неправильно перешедшие под власть того или иного аристократа земли все-таки должны были быть возвращены. Но при этом это знать прощалось, привлекалась на службу, получала какие-то новые должности и пожалования. Например, вот герцоги Ареволу и Пласенси, это род Сунега, один из самых сильных в Испании и самых влиятельных как раз в середине, во второй половине 15 века, они очень рассчитывали на то, что им Ареволу и Пласенсию сохранят, это были довольно большие города, стратегически очень важно расположенные. И очень богатые, поскольку через них проходили пути перегона стат овечьих с севера на юг, это знаменитое место организации овцеводов Кастильских, которая имела какие-то фантастические масштабы, и пошлины за перегоны этих огромных стат были очень большими. Поэтому тут как бы за эти владения они цеплялись, их все-таки им пришлось вернуть, но взамен все-таки титул герцогов они получили. И герцог все-таки очень высокий титул, и как-то им пришлось с этим смириться. Единственное, кто до конца так и не смирился, это был вот этот самый род Пачекот Элисхерон, маркиза Вильена. Поскольку маркизат Вильена у них отняли, взамен им какие-то территории пожаловали, герцогский титул они получили, но они себя еще, по-моему, несколько поколений продолжали именовать маркизами Вильена. Хотя у них уже не было маркизата Вильена. И Изабелла даже в завещании своем напишет, что она завещает своим потомкам не жаловать никому маркизат Вильена. Настолько ее достал этот Хуан Пачека. Пачека достал, но при этом остался жив и даже получил герцогский титул, заметил. Да, при этом, ну, да-да-да, значит, к тому времени, собственно, это был уже сын того Пачека, о котором мы говорили, но не важно, да, все равно это было важно. Вот таким образом она договорилась поодиночке с этими людьми. Материально они что-то, конечно, потеряли, но не очень много. И были очень активно привлечены на службу, то есть у них появилась как бы возможность новых путей возвышения и обогащения. Вот, то есть этот новый проект, который создавался, да, Фернандо Изабеллой, он не исключал этих людей, да? Да. Отчего-то они, да, должны были отрешиться, но их брали с собой в будущее. Да-да-да, именно, да. Вот, и так иначе, собственно, и быть не могло, потому что Изабелла, ну, просто ей в голову бы не пришло, что, может быть, какое-то иное общественное устройство и какой-то иной правящий слой. Вот, это очень просто, я вот сейчас хочу почувствовать как бы линию Изабеллы, да, это ее линия. Это ее, но тут как бы вот как раз тут смыкаются линии Изабеллы и Фернандо, потому что одним из ключевых моментов, которые позволили, значит, им как бы привлечь эту самую аристократию и увлечь ее, да, за собой, да, это была Гранатская война. Вот, давайте перейдем к Гранату. Что-то у нас, то есть, угроза исходит из Португалии, ну, это ладно, оставим, да, а вот что в Гранаде-то у нас? Да, значит, Гранада на протяжении, существует, скажем так, в сравнительно мало менявшихся границах со второй половины 13 века, когда в ходе так называемой быстрой реконкисты отвоевали всю остальную Андалусию и прилегающие области, а Гранатский Эмират остался независимым, и вот он, собственно, продолжал таковым. Эмират, да. Вот. Реконкиста. Отвоевание христианами в течение 8-15 веков территории Пиренейского полуострова, захваченных арабами. Перелом в ходе реконкисты связан с победой христиан в 1212 году в сражении при Лас-Навес-де-Талоса. К концу 13 века в руках арабов оставался лишь Гранатский Эмират, который пал в 1492 году. По существу реконкиста являлось широким военно-колонизационным движением. Оно включало в себя не только захват, но и хозяйственное освоение земель. Развивались экономические, политические и культурные контакты между противоборствующими сторонами. Реконкиста оказала большое влияние на развитие государств Пиренейского полуострова. Значит, Гранада – это была довольно богатая, активно вовлеченная в торговлю со Средиземноморьем, поскольку там были порты, Малага в частности, да, вот это была. Территория не очень большая. Понятно, что и по территории, и по населению, конечно, Гранатскому Эмирату далеко было, даже до одной Кастилии, не говоря уже о каких-то объединенных силах христианских королевств. Но, с другой стороны, она была расположена в горах, значит, она могла мобилизовать свои силы, а Кастильским королям было трудно это сделать, поэтому так долго она просуществовала. Вот. Тем не менее, потихонечку ее территория сокращалась, но довольно медленно. И к тому времени, когда, собственно, Фернандо Изабелла, заключив мир с португальцами и закончив вот эту самую гражданскую войну, когда наконец они, значит, смогли оглядеться и предпринять уже что-то, что было актом их свободной воли, более или менее, да, что они могли бы и не делать, да, то, естественно, первое, что они сделали, это вот эта самая война, война с Гранадой. И вот здесь как раз в полной мере проявился не только военный гений Фернандо, но и политический гений, значит, обоих этих правителей. Вот как пишет о короле Фернандо, один из самых известных авторов того времени, в одном из самых знаменитых сочинений того времени, Маккиавелли в «Государе». Значит, вот как он пишет. «Из нынешних правителей сошлюсь на Фердинанда Арагонского, короля Испании. Его можно было бы назвать новым государем, ибо слабый в начале он сделался по славе и блеску первым королем христианского мира, и все его действия исполнены величия, а некоторые поражают воображение. Основанием его могущества послужила война за Гранаду, предпринятая вскоре после вступления на престол. Прежде всего он начал войну, когда внутри страны было тихо, не опасаясь, что ему помешают, и увлек ею костильских баронов, так что они, занявшись войной, забыли о смутах. Он же тем временем, незаметно для них, сосредоточил в своих руках всю власть и подчинил их своему влиянию». Ну и так далее. Дальше еще кусок продолжается. То есть, как бы он предоставил... Да, действительно, он предоставил аристократии возможность послужить ей на привычном и удобном для нее поле войны с неверными. Он, естественно, успехи в этой войне предполагали возможность дальнейших раздач, то есть без ущерба для домена, какой он был на тот момент. То есть, можно было частью завоеванных территорий поделиться с аристократией и этим крепче ее к себе привязать. То есть, это та самая маленькая победоносная война. Ну, на самом деле, действительно, конечно, наверное, все-таки он не предполагал, когда они начинали эту войну, это 1482 год, вряд ли им могло прийти в голову, что она продлится 10 полных лет. Ах, все-таки так. И потребует, в общем-то, огромного напряжения сил и станет таким мотором для развития военного дела, для увеличения численности армии, отработки новых моделей ведения войны, поскольку здесь уже в теснинах Гранатского королевства, это полнородные, но сравнительно узкие долины, много гор, много всяких перевалов, и кавалерия здесь уже не так важна, тем более, что очень много хорошо укрепленных замков и городов, а важны артиллерия, которой практически не было на тот момент, и пехота, которая удобна при осадке. А, артиллерия только вступает, да, в силу. И вот как раз в это время один из советников королевских, католических королей даже получил прозвище артиллерист, поскольку он отвечал за реформу и развитие артиллерии. С точки зрения, скажем, нашего дела, дела Фернандо и Изабеллы, это городская война, это внутриполитическая какая-то история или это внешнеполитическая? То есть они рассматривают это как свое домашнее дело? Интересный и непростой вопрос. Я думаю, что все-таки, несмотря на то, что на протяжении многих веков это были разные государства, с которыми велись дипломатические отношения, все-таки в данном случае Фернандо и Изабелла выступают как завершители реконкисты, то есть отвоевания своей страны. Это отвоевания. Да, 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 у мусульман, которые... А вот были ли у них внешнеполитические задачи? Да, конечно, внешнеполитические задачи, ну, во-первых, с отвоеванием Гранады, когда оно было закончено, тут же встал вопрос о возможности или невозможности дальнейшей экспансии в Африку. Это отдельная большая тема. В Северной Африку, да, Средиземноморскую Африку. А в Европе? Вот, а в Европе это были, в общем-то, по-прежнему остававшиеся непростыми отношения с Португалией, тем более, что как раз завершив Гранадскую войну, Фернандо и Изабелла наконец сочли возможным, под давлением своих советников, безусловно, с которыми Колумб провел такую довольно значительную работу, значит, откликнуться на проект Колумба. Как раз вот в январе, в первых числах января заканчивается реконкиста, вступают короли в Гранаду, в марте-апреле подписываются соглашения с Колумбом, и в августе он отплывает. Это все связано, да? Конечно. Вот в том, что делают Фернандо и Изабелла. Конечно, конечно. Конец Гранадской войны и отплытие Колумба. Да, 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 оно и символически связано, и фактически тоже, на самом деле. Это, наверное, крупнейшая, да, внешнеполитическая акция, проект Колумбы. Ну, я не... Потом окажется. Да, потом, с нашей, как бы, с точки зрения нашей сегодняшней перспективы, конечно. Да, мы немножко перенеслись вот... Конечно, да. А вот для них... А для них... Гранадская закончена война, так, начинаем с Севера Африки, а в Европе... А в Европе это, конечно, отношения с Францией, с одной стороны, и Пиренейская граница нестабильная в это время, да. Значит, в частности, Фердиланду очень хотелось вернуть под власть Арагонской короны области в районе нынешнего Руссельона. Сейчас это опять Франция. Вот, но потом, но в средние века это была часть Арагонской короны, там даже сохранился в Перпеньяне дворец Арагонских королей, вот, и хотелось, конечно, это вернуть, и все это происходило на фоне обострившейся борьбы за Италию. Он же все-таки у нас сирийский король, как мы помним. Он король Сицилии, он король Сардинии, и, значит, он претендует на престол Неаполя. На обе Сардинии. Обе Сицилии, да. На обе Сицилии. На обе Сицилии, хотя бы на одну Сардинию. Это серьезная задача, да, Неаполь и... Это серьезная задача. Тут, значит, ему противостоит Карл VIII французский, и надо сказать, да, потом, соответственно, Людовик XII, да, у которых свои планы на владычество в Италии. И надо сказать, что как только Фердинанд уже от таких предварительных подготовки переходит к активным действиям, он очень быстро, его войскам удается захватить буквально, там, я не знаю, за два года Неаполитанское королевство. Это фантастический успех по меркам того времени. Это же половина Италии. Напомним еще одно важное дело в проекте Фернандо Изабелла, да, это суд Инквизиции. Мы об этом говорили, вспоминали, но это как бы тоже их части. Тоже их, да. И тут просто надо иметь в виду, что в это время, ведь в Испании была очень сложная религиозная обстановка. То есть, со времен реконкисты под властью католических, под властью испанских монархов и костильских, и арагонских жило очень много мусульман, которых называли мудехарами, они оставались мусульманами, но были подданными кастильского короля, платили налоги и так далее. И было довольно много иудеев. И вот все это относительно мирно, отношения развивались на протяжении долгого времени, подчеркиваю, относительно мирно, конечно, какие-то эксцессы были, гораздо более мирно, чем во многих других европейских странах того времени. И ситуация довольно резкая, меняется во второй половине XIV века. В 90-е годы проходит серия иудейских погромов по Кастильи и по Кастильи, и по Арагонской короне. И после этого начинается массовый переход иудеев в католицизм. Принудительный, естественно. Принудительный. Частично полупринудительный. Но частично просто многие понимают, что с принятием католицизма они получат гораздо большие возможности для хозяйственной деятельности. И действительно вот эта элита новых христиан, как их называли, оказалась очень активна в экономике, в управлении городами. И так называемые старые христиане начинают чувствовать, что их оттеснили. И у них возникает такая реакция отторжения и попытки найти какие-то контрходы. И вот они-то, как считается, и запустили знаменитые вот эти статуты чистоты крови. И именно с их давлением во многом, собственно, связаны огромные проблемы, с которыми столкнулись вот эти новые христиане, которых частично справедливо, частично несправедливо все время начинают подозревать в том, что они втайне продолжают исповедовать веру своих предков. Ситуация балансирует на грани, а иногда переходя за эту грань погромов. И вот чтобы как-то упорядочить эту ситуацию, вводится инквизиция. Вот без этого мы просто не поймем смысла. Это было основное для введения инквизиции. Да, да, да. Так, очень важно. Ну, собственно, Изабелла у нас умирает раньше, Фернан. Да, она умирает в 1504 году. Значительно раньше. Да, он ее пережил на 12 лет. И вот тут как раз, наверное, последнее, о чем мы успеем сегодня поговорить, это завещание Изабеллы и проблема наследования. Как все-таки вот... Ну, вот просто финал такой. Да, да, да. Что такое завещание, в том числе и для нас? Ну, понятно, что для нее прежде всего она была очень искреннее, не ханжински, но очень искреннее и глубоко религиозным человеком. И, конечно, для нее завещание – это прежде всего вот этот, ну, как бы важнейший шаг перед тем, как предстать перед Богом. Вот она там просит, в это время как раз приобретает популярность вот это представление о том, что чем больше мест будет отслужено за упокой души человека, тем быстрее окажется его путь из чистилища в рай. Вот. И, соответственно, значит, она завещает, чтобы за нее было отслужено 20 мест, различные дела благотворительности, там выкупить, там, сколько-то пленников, выдать, дать преданное скольким-то там беспреданницам, чтобы выдать их замуж. Вот. И такого рода вот вещи. Наряду с этим она, ни словом не упомянув Колумба, хотя у того было в это время очень сложное отношение с Фернандо, и было понятно, что после ее смерти его ототрут, как бы от его титулов, владений, должностей там и так далее, да, доходов. Вот. Тем не менее, она его не упоминает, хотя и говорит о том, что вот Господь даровал Испании возможность открыть новый свет для того, чтобы там установить веру Христову, и вот эта задача христианизации нового света, она четко там тоже прописана. Она вспоминает о том, о каких-то несправедливостях, которые вынуждена была делать в трудные минуты, ну, например, значит, отчуждать там какие-то земли у городов, там, какие-то там, допустим, отчуждения, какие, кажется, несправедливые у аристократов, которые она просит, как-то решить так, чтобы это было без ущерба для казны, но и аристократы тоже, как бы, не держали на нее зла, как бы, да. Наверное, красная линия этого документа, он довольно большой, это так, таких вот стандартных страниц, наверное, будет порядка 70, вот, все это расписано очень тщательно, это тревога за судьбы страны в условиях неопределенности с наследованием. Какие-то основы были заложены, вот, сами, да, Фернанда и Забелла, они как-то программировали дальнейшее? Конечно, конечно, все браки детей, королевские детей в это время в любой стране, это политика, да. Значит, один сын у них был и четыре дочери, соответственно, значит, сын и вторая по счету дочь, значит, соответственно, женятся и выдаются замуж, это зеркальный брак, как это часто бывало, соответственно, за, значит, дочь и сына императора Максимилиана Первого, да, 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 это Габсбург, да, Филипп Габсбург и Маргарита Австрийская, да. Старшая из дочерей выдается замуж за наследного принца португальского, соответственно, значит, и становится потом королевой Португалии, после того, как она умирает в родах, родив наследника, который в случае, поскольку сын у католических королей бездетным умер еще при их жизни, наследницей оказалась старшая дочь, и потом ее сын, которого она родила от брака с португальским королем. Вот вам модель присоединения еще, то есть объединения Португалии с этим вновь образовавшимся государством. Вот. Но модель не состоявшаяся, поскольку и сама она вскоре умирает, и ее малолетний сын тоже умирает. И что же у нас в финале? И оказывается, наследницей вторая по счету дочь, Хуана, которая была замужем за Филиппом Габсбургом, Хуана, которая вошла в историю как Хуана Безумная. Ее сыном был, соответственно, император Карл V и еще один император Фердинанд I. Значит, и вот таким образом, собственно, значит, протянулась эта линия к периоду Испании, так называемому Габсбургскому или Австрийскому. Последний вопрос, кратко, финал. А вот как бы к Габсбургскому периоду отнеслись наши герои Фернандо и Изабелла? Вот они такой вот поворот событий одобрили, исходя из завещаний и вообще из того, что мы знаем про них? Я думаю, что они бы отнеслись неоднозначно. Им бы, конечно, не понравилось все то, что сделал Карл V сразу же после воцарения, вот это, значит, покровительство фламандцам, то, что они увидели на примере... Оширение, это входило в их проект? Или они бы сказали, нет, вот такое будущее нам не нужно? Нет, нет, когда все эти браки замышлялись, предполагалось, что Испанию наследует единственный сын, и никакого династического союза с Габсбургами не будет, а просто укрепятся отношения. То есть это была система союзов, направленных против Франции, поскольку Габсбурги были традиционными ногами Франции. Наверное, бы они смирились, да? Наверное, они, конечно, их, как бы сейчас сказали бы, зацепило бы могущество Испании, которое она достигла. Это именно расширение, наверное, того проекта, который они начали. Но многое в том, как все это происходило, они бы, конечно, не одобрили. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Время нашей передачи подошло к концу. Мне остается только поблагодарить Владимира Александровича за эту интереснейшую беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы вскоре встретимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова